так сегодня будем продолжать говорить о термоэлектричестве давайте немножко затронем прошлые ролики вот этот ролик это у меня по-моему 2 вот у меня первый первый называется термогенератор на элементе пельтье 2 тест самодельной лампады и элемента пельтье для тех кто хочет сразу на какие-то тесты будет тайм-коды в комментариях и потом потом вы перейдете и можете там в принципе на любой интересующий момент ролика перейти а я начну сначала и продолжу до конца в первом ролике мы затронули тему относительно вот этого элемента вот он там было показано максимальная мощность этого элемента сколько он может выработать там получается было небольшое тестирование с по-моему со свечкой и в общем но на что он способен было показано да также были некоторые планы в термоэлектричестве отказаны которые сегодня тоже немножко затрону но в принципе вот такого рода был первый ролик второй ролик был уже более скажем так сосредоточен на определенных целях были ответы на вопросы которые возникли в первом ролике затем тест источника тепла источник тепла в данном случае у нас был лампада точнее была лампада вот лампада кстати в этом ролике у нас тоже будет очень хороший вариант эта лампада устраивает более чем это второй ролик и третий ролик который я снимал но вы его не увидели почему в этом втором ролике я сказал что третий ролик будет со следующим элементом который будет намного лучше чем этот который по идее вырабатывал должен был вырабатывать 5 вольт и где-то примерно там 1 ампер или пол ампера я был такой довольный когда тот элемент приехал я его сейчас искал для ролика и не могу найти я уже думаю что я вообще выбросил сейчас все вам расскажу снимал я короче ролик относительно того элемента он реально вырабатывал около 1 ампера и 5 вольт сила тока и напряжения на том элементе была колоссальная мне очень понравилось по сравнению с этим но проработал он недолго проработал он примерно ну часа 3-4 точно проработал я его взял засек на выработку я вот только не помню что он у меня делал или заряжал powerbank это было давно это было по больше полгода назад почти год назад не помню точно что ну что именно я им тестировал но по итогу он короче оказался поломан то есть он сломался в момент теста он не выдержал я подумал может быть я что-то перегрел может быть я что-то с ним сделал не так очень расстроился естественно я прекрасно понимал что предъявить продавцу я ничего не смогу потому что во первых он нормально работал продавец мне скажет вы неправильно выдержали какие-то критерии работы там или еще что-нибудь то есть получается я подумал что ну все тогда я взял старый элемент который тестировал в двух роликах вставил в те же самые условия в которых был новый элемент и этот элемент спокойно работал то есть без проблем этот элемент отработал там где тот элемент сломался вот ссылку на тот элемент я дам но я вам хочу сказать что гарантий качество гарантии того что он будет работать нет никаких другой стороны могу сказать что вполне может быть и нормальный этот был элемент ну то есть если бы он был не бракован ну наверно в моем случае был или бракован или китайцы их такие делают я расстроился после этого теста и вообще забил на всю эту тему почему забил потому что я подумал что если этот элемент ко мне пришел в таком качестве а стоит он ни много ни мало около 14 долларов или 13 чем-то не помню точно ну то есть получается что если я хочу собрать какую-то электростанцию ну вот хотя бы там на 15-20 да то есть мне нужно купить некоторое количество этих элементов вот я кстати подготовил радиатор мы смазывали его там тут как раз становится два элемента один элемент второй элемент я думал что 5 вольт 2 ампера часть пойдет на энергии с одного пойдет на вентилятор а со второго именно на нагрузку уже вот все подготовил но оказалось что он не стабилен и мне нужно два элемента тот сломался получается мне для вот этого генератора нужно два новых элемента я покупаю два новых элемента где гарантия что один из элементов опять не выйдет из строя то есть где гарантии что он будет качественный поэтому блин выбило меня эта ситуация из колеи как в принципе все китайские вот эти приколы то есть с китайцами всегда нужно рассчитывать на то что вполне возможно рано или поздно что-то выйдет из строя вот но в момент теста вот этого второго элемента ко мне уже ехал вот этот новый элемент вот и настолько меня выбило из колеи я его сейчас ближе вам покажу настолько меня выбило из колеи эта ситуация что я даже не хотел его тестировать и вот пролежал он у меня 11 месяцев или там 10 месяцев вот этот элемент я вообще ничего с ним не делал единственное когда я готовился к ролику я феном прогрел одну сторону и другую замерил напряжение ток то есть я даже не делал никаких ну то есть не вставлял его ни в какой термо охладитель термонагреватель то есть ничего ему такого не делал только феном нагрел на руках вот эту штуку тут вот замерил и сюда феном нагрел больше я с ним ничего не делал то есть выбило меня все это из колеи я думаю не буду я этим заниматься надоело вот недавно получилась ситуация что под каким-то старым роликом мне написали комментарий какой комментарий честно говоря не помню что-то написали что-то спросили меня или будет продолжение или еще что-нибудь вот ну и я сейчас же у нас зима время свободное есть просмотрел тех два ролика и снова загорелся тестами относительно этого поэтому достал из окромов этот элемент достал свои записи идеи которые хотел осуществить и в принципе решил все это уже осуществлять но решил все это оставить в истории виде ролика она кстати третий ролик третий ролик вы не увидите потому что он был удален он был все исходники были удалены потому что я его не хотел делать из-за того что качество элемента оказалось никакое гарантии того что эти элементы будут в следующих покупках хоть как-то работать у меня не было поэтому исходник был удален хотя элемент поначалу работал очень хорошо приехал не от код элемента размер этого элемента 55 55 на 55 старый элемент меня был 40 на 40 есть еще элементы 62 на 62 больше я не видел больше 62 ну то есть в свободные продажи возможно они такие есть вот какой этот элемент по отношению к первому элементу видно что он больше его сегодня мы будем его тестировать постараемся посмотреть на что он способен и постараемся сделать так чтобы он нам что-то хотя бы запитал я думаю что если он будет 5 вольт выдавать попробуем зарядить какой-нибудь телефон в моем случае это либо планшет либо мой samsung с 2 то есть посмотрим если будет выдавать меньше меньше можно зарядить допустим вот светильник или к примеру powerbank вот если но то есть если где-то 4 вольта при 4 вольтах 4 2 там где-то светильник заряжается то есть тут платка заряда она справляется с этим если будет еще меньше ну где-то 3 вольта то попробуем запитать вампирчик я думаю что вампирчик с этим справится он работает от 3 вольт там внутри стоит повышающий преобразователь и он спокойно я думаю сможет справиться с таким небольшим напряжением но все таки я надеюсь что здесь будет 5 вольт вот это первое второе такой критерий как вентилятор вот очень расточительная фигня вам скажу я здесь этот смазывал параметров его я не вижу и не помню кстати можно ролик пересмотреть там наклеечка наверно было но я думаю что 150 миллиампер как минимум он заберет а 150 миллиампер при одном элементе это реально расточительно поэтому поэтому мы с вами сделаем вот такую штучку сейчас я вам все постараюсь нарисовать чтобы все было понятно вот у нас элемент вот этот вот вид сбоку видно да вот у нас элемент вид сбоку то есть мы его примерно рисуем вот плюс минус плюс минус здесь у нас как и в прошлом ролике будет нагревательная сторона она будет состоять из медных пластиноков я вам все это покажу мы все это с вами будем делать вот медные пластинки будут вот такого плана вот такого как старые такие бутерброды только здесь размер идет под такой элемент а мы будем с вами делать под вот такой элемент то есть их здесь будет не знаю пять шесть штучек неважно это что касается горячей стороны что касается холодной стороны так как разточительным является вентилятор мне пришлось искать альтернативу ну то есть искать именно обдумывать вариант который бы помог нам данную ситуацию решить чтобы мы не использовали вентилятор то есть чтобы эти сто пятьдесят сто восемьдесят миллиампер пошли в нагрузку в полезную работу поэтому я решил сделать водоблок водоблок дело в том что конечно самый простой вариант это был купить водоблок но я подумал что во первых водоблоки на размер 55 и тем более 62 я не видел возможно вы мне в комментариях напишите скажите что датки есть и мы потом возможно приобретем такие но пока я решил сделать чтобы протестировать работу данного преобразователя здесь будут две трубочки 1 здесь 2 здесь соответственно на одну трубочку будет вход на вторую трубочку будет выход вот здесь естественно будет у нас по низу идти некая такая как бы защитная но просто как бы круглая такая штука как и во втором ролике чтобы пламя которое идет у нас вот вот с горелки не передавало тепло на холодную сторону то есть чтобы тепло вот это как бы экран это будет у нас что-то наподобие экрана вот такую штучку мы с вами сделаем дальше что касается водоблока когда-то давно я жил у бабушки это было наверно лет 30 назад вот и у нас была система отопления то есть мне было там шесть каких шесть наверно блин четыре года пять лет вот у нас было отопление углем у нас стоял котел этот котел топился углем нагревалась вода и вода циркулировала по дому по батареям то есть были батареи вода от котла нагревалась но у нас не было циркуляционного насоса вот хотя я был и малый но я эту систему как-то обратил внимание почему обратил внимание потому что у нас стояли батареи они стояли слегка не ровно они стояли под углом то есть получается вода циркулировала в батареях самотеком вот самотек этот позволял не используют никаких циркуляционных насосов и соответственно в случае допустим выключение электричества и не работы циркуляционного насоса ничего нигде не взрывалась ничего нигде не закипала потому что вода циркулировала от котла тут стоял такой котел я не помню я помню что он такой был высокий и саму топку я даже не помню я помню что вот сам котел был высокий что мы приходили залазили на чердак там видно было на чердаке расширительный бачок в расширительный бачок заливалась вода в систему и каким-то образом она там циркулировала единственное что я говорю с детства запомнил именно вот этот вот самотек короче когда думал об этой системе нашел в интернете что самотек реально работает и есть ребята которые организовывают систему отопления до сих пор по средствам вот такой вот подачи либо воды либо там не знаю там шоу них там находится в батарее может быть этиленгликоль или еще что-нибудь вот я хочу сделать то же самое то есть я хочу сделать в водоблоке трубки чтобы при нагревании воды вода начинала тут булькать соответственно при нагревании воды у нас происходит вода поднимается то есть теплая вода поднимается наверх и я думаю то есть я рассчитываю ну я конечно это все еще буду тестировать пока это все в теории я думаю что вода будет двигаться через вот это отверстие ну соответственно с контур будет замкнутый если теплая вода будет переходить в это отверстие то соответственно снизу будут забираться холодная вода все это будет примерно делается самотеком но я не скажу что я сделаю это в этом ролике в этом ролике мы сделаем просто вода блок попробуем потестируем с лампады данный элемент и вполне возможно мы возьмем допустим две емкости до емкость 1 отправим сюда воду и вот здесь емкость 2 да и вот с нее будет вода то есть получается смотрите у нас по физическому закону сообщающихся сосудов да тот сосуд который выше находится он будет отправлять воду вниз мы сможем отслеживая температуру смотреть хватит ли нам этого вода блока насколько хватит нам емкости и впоследствии можно будет конечно разработать систему при которой бы была самоциркуляция ну посмотрим пока я говорю все это в теории сегодня же я думаю справимся таким образом вот думаю что будет довольно таки интересно ну что приступим к изготовлению вода блока ну а дальше и и Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дальше вот эта вот чаша у нас просто на всякий случай такая большая в принципе она такая большая не нужна достаточно ее вот по вот этому диаметру вырезать ну короче так как это для тестов и тестировать рассчитывает потом в дальнейшем какие-то другие элементы для теста потянет. Что касается масленки я здесь заменил на новые фитили вот сейчас мы ее заполним маслом обычным и запалим прямо сейчас с вами это и сделаем. Наливаем масло обычное масло рафинированное. Почему рафинированное оно просто меньше воняет когда горит. Вот мне интересно можно ли здесь топливо таким образом сделать оно что же такое типа как масляное. Так наливаем полное. Так вот пусть пока пропитается фитиль. И в принципе я думаю ну в зависимости от теста посмотрим может быть я буду добавлять масло может быть нам хватит и этого масла для теста. Во втором ролике о котором я уже ранее говорил там мы тестировали масленку где-то часов 5 она может работать. В дальнейшем я сделаю другую масленку возьму немножко поменьше вот эту коробочку я отдельно специально покажу относительно масленки ролик. Так ну что для теста я думаю нам хватит выравниваем открываем второй клапан ну не клапана на кран и смотрим как у нас сейчас потечет вода по трубам. Так ну вот вот у нас как набирается вода. В принципе рассматриваем чтобы у нас здесь в трубке нигде не было воздуха. Теперь берем масленку и распаливаем. Масленка разжигается не как свечка она распаливается довольно таки нехотя. Ожидаем работы генератора. Вот так. Этот генератор даже какой-то такой уют создает. Прикольно. Даже какую-то такую атмосферу. Копоти-копоти никакой нету. Вот. Все вроде нормально разгорается. Показывает уже 1 вольт. Так. Ну все. Пусть пока выходит на дежурный режим. Потом будем подключать какую-то нагрузку. Ожидаем пока 5 вольт. Я пока буду монтировать ролик про этот вот метр. Рillo суперный режим. Прикольно. Показывает. 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 тестировал я тут тестировал и не получилось у меня с 3 3 часа ночью и не получилось мне сделать так чтобы не получилось умеет делать так чтобы в нагрузке выдавалась больше четырех вольт 4 вольта конечно у меня получилось но это был максимум смотрите сейчас я покажу холостой ход отключаем вот нас 347 вольт под нагрузкой 281 и вот 100 миллиампер запятал моторчик вот смотрите на короткого картин получается нас 1 и 8 щит 2 вольта и 200 200 миллиампер 2 вольта 200 миллиампер идет блин да идет у нас здесь происходит перетрубация короче морочился с этим всем в течение нескольких дней мутил подбирал количество воды мы сейчас я вам все по порядку расскажу в общем у меня сейчас 4 фитиля 4 вот видите 4 фитиля там ничего не коптит все нормально то есть их подрезал тепло они дают колоссальное дальше вон видите там отверстие прорезано потому что если отверстия нет и не хватает кислорода что касается вот этой штучки я спокойно ее держу рукой вот спокойно вниз вот этот очень горячий если я держу эту штуку рукой значит она препятствует разогреву и следовательно там ничего не отпаяется дальше дальше давайте покажу вам вот вода у меня циркулирует пока относительно самотека я не разобрался но думаю при самотеке температура вот этой вот штуки вот этой штуки будет значительно то есть градусов 60 на это мне кажется опасно поэтому в дальнейшем рассчитываю взять микропомпу в общем на все будем смотреть вот при определенных параметрах я думаю все будет работать замечательно краеугольным камнем здесь является конечно же не перегреть элемент я думаю что какой нибудь термометр который можно поставить на ограничение температуры ну к примеру там допустим градусов можно даже и на 100 поставить 80-100 а если горячую то думаю где-то градусов 200 вот 200 я думаю будет как раз то что надо смотрите что мы имеем поток воды так вот такой поток воды вода выходит прохладно но получается так что в принципе в принципе достаточно помпу которая бы вот такой вот скоростью передавала бы воду обратно обратно вот с такой вот скоростью струя очень-очень маленькая я думаю что данной бы штуки хватило бы охлаждать и два элемента и три и четыре потому что запас по температуре здесь есть есть так дальше то мне тут специально и можно засунуть воду и тогда будет вообще тихо-тихо работать но дело в том что я определяю как падает мне тут струится точнее вода вот и наблюдаю падает она не падает вот это вот очень грубая настройка очень не прикольно надо более точный или в принципе с помпой то можно вообще не париться помпа допустим поставить здесь клапан вернее не клапан а поплавок который бы при определенной высоте воды включал бы помпу потом помпа бы перекачивала воду обратно сюда высоту конечно можно еще меньше сделать то есть достаточно полметра высоты это у меня просто тут свободное пространство поэтому тут где-то метр высоты дальше дальше смотрите что мы имеем так мы имеем в нагрузке 4 вольта 4 вольта в нагрузке и 225 226 229 230 миллиампер это все в нагрузке смотрите сейчас отключаем нагрузку вот у меня нагрузка так 5 и 8 5 и 8 5 и 9 6 вольт в нагрузке у нас телефон вот смотрите у меня телефон включен и 53 процента аккумулятор включаем я даже попробую его зарядить заряжаю напрямую стыке холостой 6 вольт он же ее мое как же неудобно то подключил неудобно было просто одной рукой тут тут горит тут вода смотрите что у меня тут у меня тут показано молния то есть нет ограничений хотя по моему это прошивка вообще не показать ограничений так 53 процента 53 процента включенный телефон это телефон включен то есть он сеть сейчас ловит оставляем пока здесь что мы здесь видим мы здесь видим 270 миллиампер и 4 16 вольта давайте сейчас мы с вами пересчитаем что это у нас такое так 4 15 4 15 15 умножить на 0 26 мы имеем в нагрузке 1 ватт 1 ватт имею нагрузки с этого элемента и это у нас не какая-то там блин лабораторная установка это в принципе можно уже можно переносить использовать это уже полуавтоматический генератор это круто слушайте я очень доволен с двумя фитилями у меня максимум получилось где-то 4 вольта холостой ход и причем эти 4 вольта просаживались где-то до трех с половиной можно было заряжать ну пальчиковый аккумулятор я даже уже все приготовил вот у меня есть штучка разрядил аккумулятор думал буду заряжать но потом думал надо будет короче попробовать заморочиться с этим фитилем то есть увеличить количество фитилей и посмотрим что выдаст элемент но теперь меня это в принципе очень радует я от радости в нагрузку включил samsung так сколько там было 53 54 54 оставлю короче все это на часе где-то только сейчас воду перелим вот эту воду сюда перелим вот еще короче что надо делать надо отслеживать уже четыре фитиля сколько будет гореть без дозаправки если будет гореть где-то 2-3 часа хорошо но я конечно сильно сомневаюсь 2 может быть 3 маловероятно горят хорошо копоти никакой нету но нужно быть внимательным нужно подрезать вот один фитиль пытается покоптить видите то есть его надо было подрезать ладно пока вроде не сильно накоптил не буду его трогать и только напряжение и время все видно печь называется инди гирка прикольная такая печь выдает 25 ватт это при условии что у нее 13 вольт и 25 ватт это примерно давайте даже вам скажу сколько 13 вольт там 13 8 только я не знаю 13 8 холостой или нагрузки 25 разделить на 13 8 равно 181 ампер 181 ампер при 13 вольтах смотрите я не знаю какие там элементы стоят но если к примеру 25 ватт разделить на 8 разделить на 8 это получается 33 ватта 3 и 125 ватта наверное видно не будет я поставил фокус ручной чтобы не плавал 3 и 25 ватта 1 элемент представляете что такое 3 25 ватта это вот у нас сейчас бы допустим при 5 вольтах у нас бы было не двести сорок три миллиампера вот а у нас бы было при 3 ваттах почти 700 миллиампер в нагрузку с одного элемента представляете то есть одного элемента вы даже вот с вот этой вот штукой только вот с того одного элемента можно спокойно запитывать телефон планшет вообще без проблем какие-то повербанки заряжать но такую вот систему себе сделали с небольшой помпочкой и себе спокойненько тихонечко работает все внимание не требует конечно нужно поставить защиты виде там пикающих термометров но но в принципе тоже их жизнеспособная такая идея опять же я видел ребята делали по моему одно ампер 5 вольт 1 ампер у них тоже водоблок у них водоблок вода никуда не переходит вообще холодная холодная эта штука работает очень хорошо но опять же никто не скажет вам какой элемент никто не с каждым к элемент у меня короче есть идея даже можно сказать не идея о предложении на али есть около ну на вскидку около 10 элементов 10 точно у меня есть желание протестировать их все возможности конечно это сделать у меня нету кому интересна тема термогенераторов можем сделать два варианта вот я считаю самые оптимальные два варианта либо все вместе собираемся на элемент покупаем и тестируем таким же образом с масленкой короче с вот этим водоблоком может быть позже будет помпа вот и так протестировать все 10 элементов естественно на каждом элементе будет маркировка ссылка где он был куплен и там уже можно по пару элементов покупать и делать себе любые поделки любые генераторы вот ну второй вариант покупайте кто-нибудь допустим делиться просто роликами я думаю что тема нормальная оставлю ссылку на кошелек этот самый webmoney только там появится полная сумма на какой-то элемент сразу же буду брать элемент то есть не буду собирать большое количество денег просто так вот сразу же там 30 долларов элемент 25 долларов элемент ну таким образом думаю затестим их все короче кому интересно ссылка будет в описании за время тестирование вон сколько у меня израсходовалась масло масло в принципе расходуется не сильно что касается вот накоптила видите не сильно терпимо но я просто подложил здесь вот эту штучку и она из-за того что выше поднялась там видно какой-то фитиль все-таки цепляется до верха наверно зря это сделал надо будет часы убрать сейчас это мешает но дело не в этом дело в том что телефон то заряжается телефон у нас зарядил сейчас я покажу на сколько так что у нас там 118 да а блин горячее 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 время прошло где-то два часа может даже больше 920 миллиампер 100 миллиампер но это я сейчас перетрубаться делал из-за этого уменьшилось сейчас будет увеличиваться так телефон 55 процентов было 56 сейчас 67 67 это включенный телефон прикиньте это не выключенный телефон это включен элемент конечно слабенький но сам факт того что он все равно заряжается это уже хорошо это меня радует думаю что если развить данную тему но не думаю что если эту тему в дальнейшем развивать можно выработать нормальные принципы при которых вот зарядка пошла нормальные принципы при которых все будет заряжаться все будут функционировать я думаю мл к даже уже от этого элемента спокойно бы заряжалась то есть все это так обезопасить поставить термометр с звуковой индикацией и можно даже оставлять это я думаю что довольно таки безопасно масленки тут ничего такого нету стрёмного так что еще так работает зарядка ну ладно пусть работают какие удобно в общем на всем я думаю данный тест мы закончим кому интересно ставьте лайки пишите комментарии хорошие надеюсь будем продолжать тестирование в этом направлении самому не терпится конечно затестить самый здоровый 62 миллиметровый элемент я думаю что там было бы поинтереснее тестирование можно было бы пауэрбанки помощнее заряжать и даже планшет попробовать заряжать в общем посмотрим получится не получится поживем как говорится увидим максимум что мне удалось добиться 4 вольта и вот 342 это получается почти 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 полтора ватта с элемента заряжаю сейчас ленту для этого надо чтобы горячая сторона была сильно горячей на холодная вот рука спокойно терпит а и вода холодная это для этого элемента стоит и и Продолжение следует...